Девятнадцатого декабря в день Николая Чудотворца и в Патарице гости города вечером собрались на театральной площади, чтобы поучаствовать в церемонии зажжения огней на главной новогодней елке. Новый год – удивительный праздник, которого ждут не только малыши. Он дает возможность уже взрослым и серьезным людям снова почувствовать себя детьми. Мы с удовольствием наряжаем елку, готовим подарки для родных и близких, ждем наступления волшебной ночи. А еще загадываем сокровенные желания и как в детстве пишем письма Деду Морозу, ведь эта замечательная новогодняя традиция сегодня очень популярна во всем мире. Вот и 19 декабря на театральной площади Евпатории состоялось открытие почты Деда Мороза и стартовал новогодний конкурс лучших писем к главному волшебнику зимы. Организаторами традиционного мероприятия выступили Музей пираты Черного моря и Крымская региональная общественная организация Культурно-спортивный клуб «Шарм» при поддержке администрации города. Почта Деда Мороза в нашем городе будет работать до 31 декабря. Цель акции – привить детям и их родителям главные семейные ценности – любовь, теплоту, открытость и доверие. Взрослым надо уметь общаться со своими детьми, знать, что их волнует и чем они живут, дарить им веру в чудеса, учить мечтать и радоваться. В этом серьезном деле, оказывается, немалую роль играет правильно составленное письмо Деду Морозу, о чем родители детально проинструктировали организаторы акции. После открытия почты на красиво оформленной и переливающейся разноцветными огнями площади начались главные события праздника. Его почетными гостями стали глава муниципального образования, председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко, глава администрации Андрей Филонов, благочинный Евпаторийского церковного округа Протеерии Александр Дворников, представители общественных, культурных и общеобразовательных организаций. Олеся Харитоненко и Андрей Филонов поздравили Евпаторийцев и гостей города с Днем Николая Чудотворца и пожелали, чтобы новогодние праздники были наполнены сердечным теплом и радостью. О земной жизни святителя Николая, о его заслугах и духовном служении говорил в своем выступлении благочинный Евпаторийского церковного округа Протеерии Александр Дворников. Детский хор «Православные перезвоны» под управлением Маргариты Наточи представил две песни о возвышенной чистой любви к Богу и искренности чувств. Песня о любви прозвучала и в исполнении руководителя этого музыкального коллектива. В этот вечер подвели итоги общегородского конкурса среди детей на лучшую новогоднюю игрушку. Олеся Харитоненко и Андрей Филонов поздравили счастливых победителей, воспитанников детских садов и школ, вручили им благодарности и сладкие гостинцы. Подарком для всех стал позитивный по настрою концерт, в котором известные солисты города и детские музыкальные коллективы дарили зрителям задушевные, радостные и задорные песни, а творческие ансамбли выступали с яркими танцами и сценическими композициями. Зажигал публику своей эмоциональной игрой аккордеонист-виртуоз Нидим Фазылов. Зажигал публику своей эмоциональной игрой аккордеонист-виртуоз Нидим Фазылов Освежающую эмоциональную волну в предновогоднее торжество, как всегда, внесли артисты заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, театра на ходулях, шоу великанов. Они открыли праздник на высокой волне, экстравагантным вальсом на ходулях. Ярко и зажигательно танцевали на протяжении всей концертной программы и участвовали в завершающей хореографической новогодней композиции, где разыгрывались нешуточные страсти перед зажением огней на городской елке. Главные ее герои Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Самоуверенные пираты пытались помешать новогоднему празднику, отняли посох у Деда Мороза и захватили обезьянку с Айболитом. Но Снегурочка обратилась за помощью к инопланетянам, и на площади появились артисты театра огня Вольфрам, устроившие великолепное фар-шоу с брыжащими и вертящимися струями огненного света. После чего раскаявшиеся пираты отпустили Айболита и обезьянку и даже предложили помощь в зажжении огней на елке. На радость публики разноцветными огнями засверкала и засияла пушистая зеленая красавица. Добро победило, Дед Мороз всех поздравил и пожелал счастья, здоровья и благополучия в новом году. В небе яркими световыми гроздьями вспыхивал и стремительно, с разными оригинальными рисунками нависал над площадью грандиозный салют. Евпатория красиво отметила предновогодний праздник, который организовали администрация города, отдел культуры и Центр культуры и досуга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok